Посмотрите, сколько народу на заселение. Очередь даже, чтобы сделать пропуск. Не знаю, мне как-то, видимо, повезло. Никаких очередей не было. Вот и оно. Они, общаги. Иду я сейчас гулять. Видите, да, какая погода? Уже не в футболочке, а в куртке тёплой. Пойду исследовать ближайший парк и хочу пройтись ещё по той дороге, по которой, возможно, я буду ходить от станции Университетская. Электрички до туда доезжают. И ты пешочком где-то 1,7 километров идёшь. И здесь ты ходишь пешком, а вот от старого Петергофа ты едешь на автобусе. Там подольше, конечно, и подальше. Всё, что я читала в интернете про эту дорогу, что она идёт по лесу. Конечно, вечером я не знаю ходить по ней. Ну, с другой стороны, ну, ведь студенты как-то же ездят. Значит, они и вечером здесь пользуются. Я просто иду, я так любуюсь, мне так нравится хвойный лес. Я бы прям даже сейчас туда забежала бы. Ой. Не могу просто. После степей это услада для глаз. Даже то, что далеко. Но пока всё радует. Здесь же в Петергофе находятся некоторые факультеты, где учатся студенты математики, по-моему, физики. Вот это всё вот учебные корпуса. Так что тем, кто живёт в Петергофе, вообще повезло. Буквально там минут 10, и ты уже на учёбе. Это не два часа ползти на разных видах транспорта. Многие жалуются, что якобы вот мы приехали учиться в Питер, живём в Петергофе, и в Питере вообще не бываем. Это, наверное, конечно, упущение. О, какие большие корпуса. И туда корпуса. Вообще. Целый городок учебный. Некоторые автобусы вот прямо вот здесь и разворачиваются. Сначала ушла не туда, а думала, там есть дорожка. Кажется, надо через этот пешеходный перейти. Такая огромная площадь, и никого нет пока. Конечно, потом здесь будет куча народу, и всё будет приезжать и уезжать. Но пока прям тут такая свобода, пустота. Даже на здании написано, что это научно-исследовательский институт физики. Но написано ещё не Санкт-Петербургский университет, а ещё по-старому табличка Ленинградский. Да-да, это тот самый Ленинградский университет. Кстати, его закончил Путин. И большое количество современных российских звёзд. Кто знает, кто ещё выйдет из его стен? Учёные. И не только учёные. Политики и прочие личности. Вот он уже, здравствуйте, добро пожаловать в лес. Нет ни фонарей, ни дорожек нормальных асфальтированных. Это что, если тут грязно, сыро, то нужно по этой каше идти? Это, конечно, упущение. Ну, не знаю, здесь столько студентов, каждый день приезжают. Неужели вот нельзя сделать эту дорожку? Почему нельзя поставить фонари? Чё-то я как-то с трудом себе представляю, как я после второй смены в 10 часов вечера иду по этому парку. Ну и, собственно, вот она, дорога до станции. Справа лес, слева лес. Вроде как фонари есть, но я не знаю, они будут вечером работать или нет. Ну, вот она, станция университетская. Туда парк. Там ЖД уже пути. Платформа. Так, вот. Вот здесь вот и садятся на поезд и уезжают студенты. Станция университетская. Я сегодня иду гулять по дворцово-парковому ансамблю памятнику природы Сергиевка. Если я ударение, конечно, правильно поставила. Территория огромная. Дойду до центра самого парка, там, где дворец. Хочу посмотреть такой каменный памятник в форме головы. Конечно, в солнечную погоду это бы всё выглядело куда более радостнее. Вау! И, наконец-то, настоящая северная вода. Не зелёного цвета, а прозрачная такая. О! Вот они всё. Вот это уже северные красоты. Вот это уже родное моё. Просто не поверите. У меня даже слёзы проступили на глаза. Я так вдыхаю полной грузью, и вот этот вот родной запах хвойный. Я серьёзно плачу? Ой, как красиво! мостик через эту речку. Речка называется Крестателька. Да, она так, немного заболочена ряской. Какой-то гриб. Вся эта территория, которая сейчас значится как парк Сергиевка, раньше была усадьбой. И все эти здания, которые есть на территории, это всё когда-то часть одной большой усадьбы. Знаете, что самое удивительное? Написано на табличке, что это СПБГУ территория. Здание, вернее. Очень красивое здание. Колонны такие шикарные. Конечно, немножко разрушенном состоянии. Вот я добралась до главного дворца в этом парке. Это усадьба Лестенбергских. Её относят к стилю позднего классицизма. Она была построена в 1839 году. И вот как вы думаете, сколько времени заняло построить такое шикарное здание? Это удивительно, но его построили всего лишь за два с половиной месяца. А вот уже внутренняя отделка помещений она заняла почти три года. Но внутреннее убранство не сохранилось. Вот благодаря этим колоннам дворец с чем-то напоминает даже римскую постройку. Вообще, у дворца четыре фасада, и с каждой стороны он неповторим. и вы посмотрите, какие огромные здесь двери и окна. Я даже боюсь представить, в какую они высоту. Метра три с половиной, наверное. Вот с этой стороны, кстати, здание лучше отреставрировано. И вот вид из дворца на Финский залив. отреставрировано. Вот. 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 добралась до одного очень интересного памятника форме головы говорят что это витязь и то есть он обточен лишь с одной стороны и с той стороны ничего нет автор неизвестен вот я дошла уже до оранжерей и английских домиков везде такие милые мостики такие прудики здесь тоже уточки вот они испугались меня поплыли пять штук оранжерея даже видно в окнах какие-то пальмы папоротники растут очень интересное здание сделано из больших камней и арочка такая внутри цветник а теперь я уже вышла в пригород это поселок мордвиновка здесь домики возможно дачные возможно и не дачные потому что за городом вполне себе классно жить даже лучше чем в городе вот такой домик похож на дачный но это уже конечно усадьба это уже не дача слушайте если здесь рядом в пешей доступности есть электричка тогда я бы здесь даже жила сел на электричку добрался до города и все а а живешь ты в тихом спокойном месте на своем участке мне здесь нравится очень уютненько получается по факту я сейчас вышла на трассу которая идет от петергофа в ломоносов и залив он вот прямо мне надо будет как-то вот еще так пройти и будет море чтоб ориентировочно понимать я нахожусь вот здесь а пришла я вот отсюда представляете да конечно может быть к морю есть более цивилизованные проходы но я нашла ближайший уже пахнет такой какой-то морской запах мало соленый но приятный холодный здесь камыши дни заросли может быть я найду там где их не будет какая-то вышка впереди такая полянка наверно здесь шашлыки дожарить вот оно море это финский залив балтийское море балтика и там видно кукурузину и весь питер зссд о красота надо к морю не пройдешь что-то все заболочено нет каких-то таких пляжей но я максимально близко подошла к морю да здесь прям холодно гораздо холоднее то что открытое пространство и сегодня сильный ветер плюс 12 что ли а вечером вообще плюс 10 будет а завтра плюс 7 и дожди и все и уже осень как будто знаете как по расписанию лето до свидания начинается осень решила я обратно тоже идти пешком 4 километра в принципе думаю о силе единственное я уже проголодалась я бы сейчас чуть-чуть конечно съела может где-нибудь медики яблочки попадутся и азна рву и как вцеплюсь зубами и будет вкусненько переход перекус например дикое яблони там конечно не достану высоко вот еще дерево сейчас поищу я щас длинной палкой избивала яблоки о хорошая класс пока шла по селу просто мечтала поесть облепиху я и нашла она очень вкусненькая вот она поспевшая вообще очень люблю чай за облепихи прямая любовь кислинкая далее видали сколько облепихи наелась я облепихи и говорится спасибо этому дому пойдем к другому ну вот по пути еще и яблоки нарвала у студента ничего лишнего не бывает если яблоки есть надо начать жевать